10 утра. Жилая зона на улице Горелико. Максимальная скорость движения здесь 20 км в час. Инспектор ГАИ, не выходя из авто, настраивает бинар для контроля. Тут стоят две камеры. И одна камера с очень большим приближением, которая достаточно точно показывает номер. Нарушение скоростного режима фиксируется на расстоянии 800 метров, как в попутном, так и во встречном направлении. Буквально несколько минут и первый нарушитель. Водитель такси превысил скорость на 23 км. С инспекторами не спорит, признается, заговорился, не заметил знак. Обычно все по правилам и без штрафов. Не езжу быстро, нигде не тороплюсь. Везде соблюдают правила дорожного движения. Пока инспектор оформляет административный протокол, его коллега останавливает форт. В оконных проемах легковушки, шторки, которые запрещают правила ПДД. Это идет перечень неисправности при усмотрении статьи 18 на часть 3, где на первый раз штраф идет минимально 0,5 базовых. При повторном нарушении штраф идет уже до 5 базовых. Спустя еще несколько минут рейда очередной нарушитель. Водитель «Фольксвагена» превысил скорость больше, чем в два раза. Пока инспектор проверяет документы по базе, короткий комментарий в оправдании. Вообще не нарушаю, честно сказать, не нарушаю. Обращаете внимание на знаки? Естественно, за три года нарушений не было. Сейчас бывает. Как оказалось, мужчина слукавил. В мае его уже штрафовали за превышение скорости, поэтому в этот раз он лишился прав. При составлении административного протокола у водителя было изъято водительское удостоверение, потому что санкция статьи 18.13, часть 4 предусматривает штраф от 5 до 15 базовых или же лишение водительского удостоверения сроком до 1 года. Поэтому было изъято водительское удостоверение, составлен административный протокол и материалы дела направлены будут по месту его проживания, город Глузск. Ограничительные знаки и таблички, особенно в жилых зонах, устанавливают не просто так. Превышение скорости – одна из наиболее распространенных причин ДТП. Тормозной путь увеличивается, да и вообще водители могут не успеть остановиться, если на дорогу выскочит пешеход, велосипедист или ребенок на самокате. Всего за час рейда на дорогах города госавтоинспекция привлекла к ответственности пять водителей. Всего же за полгода на транспортных артериях Бобруйска остановили 293 лихача. Елена Кутузова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.